Велись работы в реставрационных мастерских, я занялась поиском какой-то информации про мчок Долринпочи. Но я консультировалась со специалистами, с нашим тибетологом, битлобудологом Андреем Анатольевичем Терентьевым. И мы ни к чему не пришли. То есть, вероятно, это какое-то ошибочное имя было присвоено, может быть, с грамматической ошибкой записано. Человеческий фактор тоже никто не исключал. И сейчас понять, что конкретно имелось в виду, не представляется возможным. То есть, вероятно, какая-то была ошибка. Но мы знаем, что скульптура поступила из Центрального антирелигиозного музея, что она экспонировалась на постоянной экспозиции в разделе, вероятно, буддизм и ломаизм. Чем свидетельствует в нашей фотографии. И вместе с коллекциями предметов к нам поступили еще и документы с ЦАМ. И меня интересовало, ну, то есть это дела сотрудников. Это отчеты в экспедиции, в тематические планы выставок и прочее. Меня интересовали документы, связанные как раз с разделом буддизма и ломаизма, с людьми, которые этот раздел разрабатывали. И Екатерина Александровна в 2020 году опубликовала статью, материалы Николая Агафоновича Пупышева. Это сотрудник Центрального антирелигиозного музея. И вот эта личность меня очень заинтересовала в связи с темой моего исследования. И может быть, Екатерина Александровна? Да. Последние годы я активно занимаюсь историей Центрального антирелигиозного музея. И некоторые вот такие исследователи, которые сотрудничали с ним, либо работали в этом музее, становились предметами, точнее, становились сюжетами для моих публикаций. И в частности, вот я вышла на имя Николая Агафоновича Пупышева. Он работал в музее, можно сказать, с первых лет его основания, то есть с начала 30-х годов. И до того момента, как в октябре 1941 года ушел добровольцем на фронт, сражался он на Калининском фронте, погиб уже в марте 1942 года под Новгородом. Бояк за очень важный такой транспортный узел. После себя Николай Агафонович оставил целый ряд не опубликованных ни в 30-е, ни в 40-е годы научных исследований, которые как раз мне было интересно наконец-то представить читателю. Но также с его именем, связанных, хранящихся у нас в архиве, описание экспозиции буддийской, как эта экспозиция была, по-видимому, им сделана, потому что он руководил, точнее, сперва работал научным сотрудником методическом отделе, а потом уже занимался именно буддийской проблематикой, стал специализироваться вот по этому направлению, и участвовал в собирательских экспедициях в Бурятию. И мы знаем, что сохранились описи тех предметов, которые он привозил из Бурятии в Москву, и в Москве потом эти предметы обрабатывал и оформлял в виде экспозиции, представлял в виде экспозиции. Ну и вот эти вот как раз документы архивные стали очень важным подспорьем в исследовании Марии. Да, спасибо. Я к столу подойду. В кратком обзоре экспозиции, где Пупышев описывает как раз комплексами какие-то предметы, кратко, ну это уже 40-й год, я нашла фразу, споткнулась о фразу, можно сказать, которая, собственно, стала решающей в моем исследовании, дала-то толчок в дальнейшем уже. Вот перед нами большая медная статуя. Изображен лама, сидящая в богатой одежде, на подушках, в позе проповедующего учения. На ярко-красных губах ламы насмешливая улыбка. Статуя поражает своим реализмом. Это изображен в виде святого, один из многочисленных бурятских лам, настоятель Цугольского монастыря, откуда получены Центральным интеллигиозным музеем основные экспонаты отдела. То есть вот у нас уже есть зацепка. Настоятель Цугольского датсана, первый настоятель. Дальше меня, конечно, интересовало, тот ли это настоятель, имеется в виду. Первый настоятель Цугольского датсана Лупсан Дандаров. Он родился в 1781 году и уже в 20-е годы был направлен в Цугол для строительства нового датсана. И стал его первым настоятелем. Это учитель, учёный, переводчик Стебецкого. Он занимался астрологией, медициной. При нём датсан становится центром буддийского образования. Открывается медицинский факультет, открывается первая школа буддийской философии, Санит. И начинает работу большая типография. Он внёс очень большой вклад как раз в развитие буддийского образования. И в одном из документов, более ранних, стенограмма записи беседы Копышева на экспозиции, я нашла ещё одну фразу, где как раз вспоминается Дандаров. Но тут написано с ошибками Дандоров через О, но мы уже понимаем, кто имеется в виду. И здесь интересно, что человек, который записывал со слов, ошибся, он написал Ландор. То есть, видимо, неправильно расслышал. И здесь рукой Попышева исправлена как раз на Дандаров ручкой. Ещё один документ, который мне помог, это охранная опись экспозиции Центрального антирелигиозного музея, где именно экспозиции буддизма, ломоизм, где перечислены по порядку номеров, по порядку залов предметы. И вот здесь как раз обожезвлённый Лама Дандоров, медная статуя большого размера. В общем-то, всё сошлось. Остаётся вопрос, почему в Центральном антирелигиозном музее скульптура хранилась под именем Ламы Дандарова, и в момент переезда имя как-то потерялось. Я опять попрошу Екатерину Александровну рассказать как раз про этот авральный переезд. Да, но скорее всего, на мой взгляд, это связано с теми условиями, в которых происходил переезд, точнее, переезд коллекции, уже не музея, а коллекции Центрального антирелигиозного музея из Москвы в Петербург. Музей был формально закрыт, принято решение его закрыть ещё в декабре 1946 года. На тот момент музей из Центрального антирелигиозного уже превратился в Центральный музей истории, религии и атеизма. Из Союза воинствующих безбожников он был переведён уже в ведение Академии наук СССР. Таким образом, в СССР было два музея истории, религии и атеизма. Один в Москве, другой в Ленинграде. Оба в ведении Академии наук. Это вносило большую сумятицу во все вопросы и дела. Ну и музей стали активно вытеснять, выселять из того здания, где он располагался, на Каляевской улице, на это здание. Ну не то, что положил глаз, да, но было принято решение, что здание передаётся Союзмультфильму. Союзмультфильм рвался туда въехать, у него было оборудование, которое нужно было развернуть и начать производить такую вот позитивную продукцию, как мультфильмы для советских детей. А тут музей вот с таким непонятным содержанием. То ли про историю религии, то ли про атеизм. И в конечном счёте, несмотря на то, что директор музея был назначен весьма активный человек, Владимир Бонч-Бруевич, соратник Ленина, но даже его энергии, большого борца со стажем, не хватило на то, чтобы отстоять музей в Москве. Он был в конечном счёте закрыт. Альтернативы Каляевской улице, в смысле здания, не было подобраны. И все коллекции стали вывозить. Но так как Владимир Дмитриевич надеялся до последнего момента, что ему удастся удержать ситуацию под контролем и сохранить музей в Москве, то вместо того, чтобы плановерно паковать коллекции, паковали их тогда, когда уже со всех уровней пришли письма, здание очистить, причём в течение нескольких дней. Паковали. Сказать, что аврально, это не сказать ничего. Поэтому неудивительно, что вещи приходили к нам иногда помятыми. Вещи потом нужно было реставрировать многие годы после такого переезда. Они долго у нас распаковывались. И те сотрудники, которые уже в начале 50-х годов, после распаковки предметов, занялись их постановкой на учёт, у них не было никакой связи с теми людьми, которые эти коллекции собирали, которые эти коллекции хранили, которые эти коллекции представляли в Центральном антирелигиозном музее. Тем более, что мы знаем, что Пупышев в 1942 году погиб. Поэтому уже не у кого было спросить. И здесь вот человеческий фактор действительно привёл к тому, что возникали некоторые искажения.